всем привет меня зовут джозеф сегодня мы пообщаемся с артемом из украины артем участник ученики выпускник 5 мастер-группы sales hub недавно вот 5 мастер-группа закончилась и артема уже есть кое-какие результаты которым он сегодня поделится и расскажет о своем опыте как он пришел к амазону какие у него результаты и через чего ему пришлось пройти и через чего до сих пор проходит артем привет тебе слово рассказываю привет всем не ну у меня история длинная все готовы все слушать то я могу кое-что там рассказать самом деле путь к амазону у кого как складывается у меня он очень длинный очень тернистый был потому что начинал все-таки не с амазона торговлю именно с китаем вот связано напрямую с моим прошлым да то есть большом бизнесе был потом стартап неудачный вот полтора года в ато вооруженных силах украины родину защищали да и в итоге так сложилось что в апреле пятнадцатого года я вернулся не совсем такая благополучная жизненная обстановка то есть я возвращаюсь из армии ноль бизнеса сбережений там на полгода максимум там жизни и отсутствие понимания как жить дальше будущего как такового я себе плохо представлял понимал что чем-то буду заниматься то есть я не могу бизнесом занимаюсь 2004 года но чем как и как в этих условиях конкретно вот сложившейся политической обстановке я себе плохо представлял ну и благо что у меня там есть партнеры друзья с прошлых там бизнеса отношений встретились так как за чашечкой кофе обсудили и сошлись на мнении что торговля с китаем интересная тема можно попробовать провентилировать это но с самого начала не рассматривали amazon как конечный пункт доставки то есть мы все-таки продолжали рассматривать что это будет украина то есть единственное хотели сыграть на том что в китае дешевле надо только найти привлекательный для украины продукт и начать его продавать ну вот прошли обучение у димы ковпакам которые активно сейчас в украине продвигают бизнес именно с китая в снг с продажей конечно именно в снг на территории россии украины там казахстана ну и собственно говоря собрали чемоданы полетели выставку в китай в ванчжоу в 2015 году полетели мы туда на все три тура то есть мы вылетели от начала до конца то есть месяц в китае прожили обходили ножками все это утомительно на самом деле особенно для меня который просидел в окопах полтора года не шевелился там особо но приблизительно это прикидывал пять километров в день бесцельного хождения почему бесцельного потому что глаза разбегаются мы приехали мы не знали каким именно товаром заниматься полное отсутствие понимания что что это будет поэтому приходилось идти им на буквально все каждый ряд каждый павильон первые два дня мы поняли что это реально нас уничтожит скоро мы реально просто решили бы надо посмотреть карту выбирать павильон и какую-то тематику определенно отбрасывать лишнее ну первый тур мы так и зацепили все это навели порядок ну и продолжали ходить а между там этими турами уже собственно говоря отбирали каталоги то есть искали товары набивали коробку такую не слабо у нас стояла в углу в номере набивали каталогами каждый раз сортировали сначала мы сортировали между турами потом уже каждый вечер потому что ну реально вроде интересный товар то есть Андрей сидит листает там партнер мой каталоги называть мне товар как он на английском звучит потому что я не знаю как я сижу в интернете в амазон вбиваю ресерчу сразу смотрю как оно вообще хотя в первом приближении там типа можно нельзя я забежал наперед то есть сама тема поставки в украину умерла еще до кантона почему потому что мы попробовали заказали через бабу там пару позиций привезли их в украину они не стали продаваться и собственно говоря мы активно ехали когда уже в гонжоу мы ехали мы думали то есть мы найдем сначала товар а потом придумаем куда его будем продавать вариантов было много там европы там в россию там может быть не украина если то то есть как такового амазона еще не было но амазон мы начали юзать потому что знакомый знакомого там на амазоне продает то есть мы рассматривали а может быть и там тоже это интересно то есть как площадка для ресерча посмотреть а если вообще такой товар на амазоне не более того то есть непонимание как это делать мы еще не знали ничего ну в итоге закончилось тем что мы имеем полных два тура пройденных ногами мы имеем уже отсортированную но все равно полную коробку каталогов и полная пустота мы не знаем чем мы хотим заниматься ну то есть вообще ни малейшего понимания все хорошие товары но что что то оно не лежит в итоге наш гид парень там говорит давайте я вас отвезу в Шикжень там не выставка время четыре дня есть там там рынки типа походите рынки электроники может что то себе найдете такое ну окей мы короче зацепились за эту идею поехали приехали мы в Шинчжень после двух дней бесцельного слоняния мы все-таки нашли то что нам понравилось на самом деле чем бы мы хотели заниматься оптимальное там и по цене и по качеству интересно с самого начала допустили ошибку мы взяли известный бренд так подумали по-еврейски знаешь или по-украински как это правильно сказать не обижая никакой из наций возьмем свой бренд лупанем логотипчик это же известная фигня значит качество проверено уже годами моделька свежая сейчас там никто не заметит что это бренд подделка то есть все будут воспринимать как новый бренд зашел но в хорошем качестве брендовом окей ну так вот идут им мы счастливые последний тур уже почти ничего не смотрели так бродили прилетаем же в Украину ну Андрей говорит давай ищи варианты куда то есть товар есть ну я засел так плотно два дня в интернете в активном поиске я думал куда товар из Китая можно ну и как тут повезло наверное мне в жизни да как раз Игорь Кустав по-моему набирал или третью группу наверное да в то время май июнь да третью наверное группу набирал мастер и был перед этим же путешествовал как обычно там интенсив я показал в партнере говорю давай интенсив возьмем недорого 230 там долларов это стоит или 240 особо ничем не рискуем но хотя бы поймем идею Амазона то есть для себя как вариант ну окей говорит давай проплачиваем купили интенсив я его проглотил для меня как в сухую землю давайте только информацию свежую и я загорелся с горящими глазами на следующий день встреча нужна встречаемся я начинаю убалтывать это тема я чувствую ну тот кто в бизнесе давно меня поймет если есть чуйка то есть где-то внутри зашевелилась ты уже ничего не сделаешь с этим это значит ну сигнал я почувствовал эту чуйку что это стопроцентное направление надо брать в оборот сам с вечера засел наш товар вдоль и в поперек попристраивал в разные категории под категории нащупал денежную нишу почувствовал что деньги там есть вижу что конкуренция высокая бешеная но во всяком случае там есть деньги и в итоге начали пробовать по исключительно по информации которая дана в интенсиве то есть на сегодняшний день я уже понимаю что это была ошибка но тогда это была экономия потому что так знаешь с улицы зашел две тысячи долларов за мастер руб ой 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 дорого что что я еще не начал а уже восемь тысяч китая потратила две тысячи сейчас еще и кусту вот дай уже десять будет а когда же зарабатывать начну запасы тает ипотека на кредит месяц от месяца листай туда по штукарю блин то есть такое напряженная обстановка ну я же как все блин люди которые экономят решился экономить в паблике начал активно искать кустова мастер-группу где-то же должны материалы быть кто-то же украл уже и продает ну недолго я искал на самом деле я игорю кустову сказал недавно на выпуск новше обошлось мне это всего 250 гривен по тем временам это 30 долларов по моему было или там 40 или 15 ну короче очень дешево мне обошелся весь пакет данных по мастер-группе один самый первый его продукт то есть он мне достался легко я по нему уже собственно говоря пытался я понимал что он устарел то есть шаг за шагом шел понимал что от первого до третьего уже устарела информация мне сложно но при самого начала продукт правильно построен то есть пошаговая стратегия выхода на рынок мне этого казалось что мне этого достаточно я справлюсь но это потом прозрение придешь он не в курсе дело дело там на самом деле вот ну так получилось что вот конца мая мы стартанули начались стандартная процедура как мастер-группе мы шли заказ сэмпла придумали логотипа логотип нанесения месяц туда-сюда мы гоняли образцы то есть потратили наверно не знаю баксов 500 вот не могли китайцы наш логотип нанести и все нормально адекватно то кривой он то косой блин ну короче тут я понял что проблема не знания английского языка в китае а именно интеллекта от фабрики к фабрике ну ничего мы прошли это и в итоге самый счастливый день моей на жизни за последние там пять лет кроме того что жене предложение официально сделал два дня назад до этого то был самый счастливый 1 сентября первая партия у нас было три вариации разных цветов по 240 штук 720 штук первая партия зашла первого сентября на amazon мы ликовали можно было пьянку устроить но у меня партнер не пьет короче просто внутри внутри было так весело ну и собственно говоря вот мой путь как я пришел на amazon окей и вот после того как пришла первая партия три вариации три цвета какие были дальнейшие действия что ты делал конкретно с самого начала основная у меня такая проблематика то есть что я могу сказать поэтапно была с фотографом я легко распетлял нашел повезло в киеве после второй попытки нашел толкового инфографику меня супруга сделала то есть на дизайн то есть со мной если рядышком садимся то делать что хочешь мне тик от меня текста говорит только и все я тебе намалю нарисую по-русски и в итоге мы уперлись в заголовки буллеты в description то есть сначала мы подумали так ну элементарно берем всех конкурентов похожих на нас копируем чуть-чуть вносим изменения в предложение заряжаем и усю и готово ну первый буллеты заголовки я их запомню на всю жизнь самые красивые наверно были огромные такие максимально до последнего знака использованы каждый буллет блин все красиво напихано туда предложений с каждого буллета конкурента потом я вычленял там трое суток все ключевые слова которые туда влезли вариации заряжал их в кейвордс ну и ну и все пора же продаваться рекламу поставил я как сейчас помню там по рекомендациям 20 долларов в сутки 0 5 доллара клик и жду же где же продажа продаж нету никаких ни органики ни от рекламы на третий день первая продажа от рекламы зашла я думал я откушу себе руку потому что это было тоже очень эмоционально но факт остается фактом по чуть-чуть по чуть-чуть начала пошла по чуть-чуть и органика где-то 50 на 50 ушло потом методом тыка и ппс начал настраивать угадывать какой клик оптимальный там сколько бюджета поставить то есть месяц наверно сжег я просто вообще то есть на тренировки эксперименты тесты за два месяца первых мы наверное четыре раза изменили буллеты и заголовок только а то сколько я раз ковырял эту рекламную компанию то есть они не одну созданы на каждый цвет и на каждую вариацию там автоматы запускал они друг другу мешают надо оказывается один включить одного и вот этого достаточно будет ну короче путь прошел да и собственно говоря начал понимать что вот я вижу что через месяц скорее всего основной цвет который пошел активно кстати вот это была проблема первой с которой мы столкнулись это мы заказали три вариации разных цветов но оказалось следующее на практике первый цвет основной идет 90 процентов продаж там 85 да второй цвет 10 процентов 5 процентов последний то есть по сути мы увидели что мы через месяц уже не видим первого цвета второй третий цвет еще пожалуйста бери не хочу то есть деньги заморозили чтоб ты понимал мы продали последние в конце декабря последние цвета вот эти сразу скажу мы поняли что это не целесообразно мы вышли в основной цвет отказались от других то есть высвободили деньги но это уже позже а так в принципе через два месяца да говори получается на данный момент с сентября уже прошло сколько шесть месяцев у тебя сколько продуктов запущено и какие результаты какой оборот за последний месяц ну смотри вот это первый товар мы завезли 1 сентября в конце октября мы завезли еще два продукта уже в эту нишу которую мы понимали изучили две другие модели и по сей день мы торгуем причем они оказались намного успешнее первой то есть на ней мы получается обучились мы поняли все подводные камни и на сегодняшний день у меня первого товара там осталось 700 штук я себе сказал что я его там продам буквально вот через месяц-полтора и не буду больше заниматься освобожу деньги на более интересные продукты которые мы уже видим так на сегодняшний день ну давайте вам откроем покажу на экране что на сегодняшний день демонстрацию экрана все сделаем так показывает у нас экран да да ну вот могу показать рейтинг которым я горжусь это села да 4.9 это одна единица там у меня висит никак ее не вычленить ну вот вот статистика так за последние 30 дней 166 тысяч долларов оборота да это вообще если учесть что у нас был товарный разрыв ну вот буквально мы неделю назад как начали завозить уже после товарного разрыва на новогодние праздники мы просто не рассчитали объемы то есть первая зима как говорится первый новый год те кто торгует второй год уже понимают что это лучшие дни но как мы не старались максимально указать количество которое будет продано то есть мой прогноз был на 400 процентов увеличится продажа в последней неделе но по факту оказалось что 400 процентов съела за 3 дня и в итоге 28 декабря вышел пустой в первый товар вот этот только затаренный был капитально у меня остался только с первого товара остатки там тысяча остальное вышел гол ну то есть основные модели которые хорошо продаются на 28 декабря были распроданы и у меня получился товарный разрыв хоть я предусматривал что он будет но я ожидал его в январе и у меня в производстве было заказано все до новогоднего до китайского нового года то есть я успел заказал все это оплатил но приехала она уже там во второй половине января ну соответственно сейчас вот статистика ну не совсем такая ну в принципе должна была быть больше 1250 я рассчитывал наоборот уже на сегодняшний день ну пока вот 166 как есть ну очень очень скромно конечно за полгода ты понимаешь да вот за полгода ты построил миллионы бизнесов вот реально это миллионы бизнес это я не знаю через год ты сможешь вот этот бизнес если захочешь продать за миллионы долларов ну блин пусть предлагают деньги продам но хотя на самом деле я оцениваю на сегодняшний день не как это миллионы бизнес там кому я буду это продавать пока не думал об этом мне больше важны те знания которые пришли я во многом разобрался то есть в принципе у меня ушли страхи запуска продуктов новых то есть на сегодняшний день я уже бодрее так знаешь с выбором то есть у меня есть какая-то уверенность что я минимизировал уже эти риски да выхода на рынок и неудачи то есть понимание пришло плюс готовые инструменты уже которые мы используем на сегодняшний день они дают эту уверенность но как говорится на Амазоне на 100% уверенным ни в чем не забыть Амазон меняется мы меняемся за ним кто кого ну скорее всего он нас всегда будет да да расскажи пожалуйста вот получается что ты купил интенсив попытался запуститься с интенсива не совсем получилось потом ты нашел ворованный курс Sales Hub купил этот курс и тем не менее потом ты принял решение уже полноценно вступить в сообщество Sales Hub получил обучение и вступил в пятую мастерую группу почему ты это сделал да в чем ты увидел ну во первых во первых я ну с самого начала признал Игоря Кустова то есть материал то все равно полезный то есть если бы не он я бы не смог бы но это факт я не знаю английского ну сейчас многие в группах в фейсбуке пишут в паблике в англоязычном масса информации ничем не хуже Кустова ну я не знаю английского гуглом транслейтом заморишься YouTube переводить понимаете то есть ну на самом деле я оценил уже тогда качество материала а именно доступная пошаговая схема выхода то есть это то чего тяжело вот самому в поисках в паблике найти собрать и самому не у каждого хватит способностей построить какую то знаете структуру ничего не забыть не упустить а здесь за тебя это уже сделали причем сделали не какие то дилетанты как вот сейчас там я ради интереса посматриваю там новых учителей Амазона там да чувак там 3 месяца на Амазоне звезду с неба сорвал там вывел в топ товар случайно с помощью пакистанцев и он счастливый что он бог я могу преподавать я ухмыляюсь конечно на сегодняшний день я полгода на Амазоне ко мне регулярно обращаются ребята в мастер групп там помоги научи возьми под свое крыло я отказываюсь ну мягко но отказываюсь потому что ну я считаю что надо собаку такую не слабую долго наверное съесть что тут преподавать а здесь ну тут чувствуется то есть мы уже знаем да все там Игорь там богатейший опыт личных продаж практик да Джозеф практик плюс форум который вы провели бомба аплодисменты стоят ну реально пригласить таких спикеров я его тоже купил кстати в этом в паблике да это второй мой долг верну позже нас на втором форуме ну это не сложно используя инструменты современной технологии то есть ворованное купить не сложно но тем не менее долги я возвращаю я принял решение что это неправильно что надо вливаться в сообщество сейлсхаб которое на сегодняшний день я считаю наверное имеет большую ценность чем ту информацию которую он дает там мастер группе там именно вот это вот сообщество в фейсбуке вот это вот братство да когда тебя вот я сейчас прочувствовал на себе любой вопрос возникает ты без проблем там день-два ты решил эту проблему меня же выносило мне мозг когда у меня появились первые жестокие проблемы как бан листинга например я не знал куда стучать ну реально то есть у меня был шок 60 тысяч блин баксов заморожено в товаре 35 тысяч заказано еще в Китае и меня банят листинг трое суток ада я вам скажу честно я побывал в аду внутреннее понимание хуже я себя не чувствовал в жизни во первых ответственность деньги партнера во вторых это очень неприятный факт что ты не можешь влиять на ситуацию ты пишешь письма Амазону наверное многие уже прошли через этот у тебя приходят робот присылает ответ вы все еще не можете продолжать торговать на Амазоне дайте нам счет фактуру не коммерческую не инвойс не таможенный инвойс вот просто счет фактуру дайте ну блин в итоге я тогда очень много прочувствовал что если хочешь развиваться на таком инновационном рынке лучше конечно присоединиться команде сейлс хаба и я узнал случайно он сервисах которые появились сейлс хабами ну там коммерческие да коммерческая основа но она настолько полезная мощная то есть я могу сейчас сказать я уже заказываю я как постоянный клиент да сейлс хаби заказываете инструменты месяц я вижу результаты это просто бомба то есть можно было бы сэкономить кучу денег и времени если бы они появились раньше но тем не менее я правду скажу что в декабре или в январе да в январе я позвонил в сейлс хаб ребятам в киевской офис сказал так и так честно я такой то такой то я украл у вас курс очень хочу вернуть долги заплатить за мастер группу пятую и собственно говоря учиться и получить доступы ко всем сообществам ресурсам но что они мне сказали так пятая группа уже через 2 недели заканчивается там или через 3 недели вы же не узнаете ничего ну с менеджером договорились что в принципе опыта у меня достаточно уже что я уже знаю многое что есть в мастер группе а то что не знаю пересмотрю видео о том которое будет даваться то восполню то есть короче скромно попросил его не считать мои деньги но что он с радостью согласился говорит я с Игорем Кустовым только посоветуюсь ну я улыбнулся посоветовали с Игорем Кустовым спасибо ему разрешил мне рецидивисту вступить в ряды впустил в семью ну я думаю он не жалеет потому что в принципе я активничаю там в сообществах и вреда точно не приношу в сообщество то есть ты понял что основная ценность все таки не та информация которая идет в курсе а именно сообщество это там где в одной группе собраны все люди единомышленники люди у которых есть опыт знания которые могут в любой моменте подсказать чем-то помочь ну и вообще по пути что-то новое подкинуть вот я расскажу свой пример недавно один из участников нашего сообщества скинул такой новый инструмент по ресерче ключевых слов и я честно говоря про этот продукт про эту программу не знал потому что новая программа только вот появилась он скинул этот инструмент я воспользовался инструментом нашел несколько новых ключевых слов для одного из своих продуктов я по ним не ранжировался я по этим ключевым словам вышел в топ заранжировался и эти ключевые слова увеличили продажи примерно на 12-15 единиц в день получается что если бы не сообщество если допустим этот человек не поделился бы этим инструментом возможно я бы никогда про это не узнал и те ключевые слова которые я пропускал я в принципе пропускал очень много оборотов очень много продаж и таких моментов в группе бывает почти что ну каждый день каждая неделя и так как Amazon меняется все новая информация появляется меняются стратегии все ребята очень грамотные все что-то тестируют что-то проверяют получают новый опыт получают новую информацию и все между собой делятся и соответственно мы вместе в одной группе все растем и получаем знания так что на самом деле ценность самая большая ценность это сообщество это быть вместе с успешными продавцами теперь вот такой вопрос Артем какие инвестиции со скольки ты начинал с самой первой партии сколько инвестировал потому что очень многих людей интересует цифры как люди начинают на Amazon с партнером был договор у нас с самого начала что мы тратим где-то 10 тысяч на Китай поездку но с первой прибыли мы я обязанному буду это все поделим вернем потом начнем делить уже прибыли то есть 10 тысяч было по умолчанию это ну такой спорный да нельзя сказать что это можно и не ехать в Китай начинать то есть никто же Кустав не говорит что надо ехать в Китай это наша инициатива была мы еще не о Амазоне думали тогда то есть тем не менее это 10 тысяч было потрачено там 8 с копейками в товаре фактически он фактически было сейчас калькулятором кликну в товаре 6 с половиной первая партия 6 с половиной плюс тысяча с копейками тысячу сто по моему был этот форвардер с таможней со всеми то есть мы нашли форварда который и доставку и таможенные платежи все сделает то есть мы не стали дробить партию с самого начала относились к бизнесу то есть давай привыкать к этим платежам таможенным доставке и с самого начала мы понимаем бизнес мы вкладываем как коэффициент то есть вот это есть заложено в себе стоимость доставка производство реклама и так далее мы ко всем тратам относимся именно так просто и закладываем себе стоимость если ты не можешь моржой покрыть эти затраты нечего начинать это мое мнение если бы я не увидел то есть мы считали как вот как мы выбирали по простому берем товар смотрим его стоимость Китая умножаем на 4 вот цена реализации в Америке я смотрю на Амазон захожу по чем продают конкуренты если я вписываюсь в эту цифру можно брать этот товар то есть это грубая грубая прикидка когда ты ходишь по выставке то есть вот так вот зачастую в принципе хватает всех 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 затрат которые сложности что вписаться сейчас уже конечно я считаю по другому у меня сложная формула в Excel таблица целая когда в каждой коэффициенте каждая там циферка учитывается но на тот момент я еще и искал именно так вот товаре было 6 с половиной и в рекламу мы вбухали со старта наверное около 1000 пока я экспериментировал и собственно понадобилась 1000 следующая партия бы основной цвет заказали то есть это еще 6000 вот считаем 6500 6 плюс реклама 1000 13500 все затраты на старт у нас были но у нас была очень высокая конкурентная ниша в этой нише без денег делать нечего там ребята берут на фабриках от десяти тысяч сэмпл продают если ты не можешь позволить себе на перспективу брать 5000 нечего даже ломиться в эту категорию потому что ты должен понимать пять заказано а пять уже едут и все это в деньгах и того ты должен денег иметь на 10 тысяч сэмпл плюс доставка плюс какое-то плечо там резервное на юриста от которой там тебя забанили срочно надо платить юриста там рекламные всплески бывают то идет хорошо то в минус тебя тянет ну такое вот следующий вопрос Артем следующий вопрос это насчет ниши вот у тебя очень такая большая тяжелая ниша да и очень многие люди интересуются спрашивают вопросы что надо для того чтобы войти в большую нишу и я всегда первое что говорю это нужно иметь стальные яйца потому что в большой нише не все так просто допустим те же 166 тысяч оборота это по любому тебе не удалось так просто пришлось пройти через многие сложности преграды и в принципе и рисков много и такая напряженная ситуация вот в твоем опыте что ты можешь сказать порекомендовать тем ребятам которые хотят идти в большую нишу что нужно для этого иметь и что нужно ожидать ну смотрите из успешных товаров которые уже в этой нише успешными да там я видел ранг уже там 290 в категории электроника то есть это ну серьезный такой заход самое основное это качество продукта если нет качества в этой категории ну делать нечего и в любой наверное высококонкурентной низкой средней конкурентной ниши надо начинать с качества качество можно проверять несколькими способами сэмплы не экономьте на доставке сэмплы лучше наймите человека в Китае который будет консолидировать у себя дома и высылать одной посылкой ну там дорого это да согласен у меня уже до совершенства доведено мой представитель в Китае он уже знает мои требования по качеству он получает домой и делает мне предварительный этот ну оценку сэмплов по качеству и вот он мне запускает видео в скайпе там или в этом в чате вот это говно говорит можешь даже не напрягаться не тратим на перевозку а вот это послушаешь я тебе вышлю ну вот так вот или посмотришь я люблю щупать то есть если ты хочешь высокое качество мне очень сложно на расстоянии принять решение я все равно заказываю сэмпл мне надо смотреть как он качество подгонки пластика качество пластика ну собственно говоря все остальные характеристики которые влияют на качество второе второе это качество листинга если у тебя фотки качество буллетов заголовка и вообще description отличается сильно от конкурента высококонкурентной ниши тебе там делать тоже нечего если не лучше то хотя бы вровень с ними ты должен заходить все равно стремиться всегда к лучшему то есть я Джозефу показывал фотографии мы постоянно работаем над фотками да там эксперименты с заглавной фоткой очень сильно влияет это наша наверное четвертая фотка перед тем как оно действительно дало я заметил последнюю фотку мы поменяли у нас всплеск только после замены фотографии процентов 5 продаж выросли то есть мы добавили у тебя эффекты что ты видишь да там вот этот педэ эффект еще там пару фишечек там ну не совсем правда но черного цвета в природе не существует да поэтому приходится подчернять то есть то что китайцы считают черным на самом деле он такой землянисто черноватый да и на фотках не это не зазорно добавить черноты оно подает вперед на белом фоне твой товар выглядит гораздо лучше то есть чем земляной черный и собственно говоря буллеты и заголовки я не отдавал на копирайт мы все делаем руками вдвоем ну это мы решили никогда мы не отдадим никому во всяком случае мы сейчас такие герои но тем не менее мы не отдаем на откуп ни заголовок ни description ни буллеты ни заполнения keywords и листинга в целом все делаем мы вместе то есть вдвоем и никто сюда не доступен ну да в экспериментах да мы напили шишки но это очень важный факт мы поменяли кучу буллеты мы знаем что это такое мы знаем когда ты добавляешь save новый листинг изменения сохранить и через 15 минут 70 продаж в одни руки на я не знаю это как бонус от этого от амазона за то что ты работаешь старательно но это не совпадение второй раз то же самое изменили листинг когда плотно изменяешь то есть буллеты мощно меняешь если одно слово поменял ничего не произошло второй раз меняю там 36 в одни руки ну вот так вот как то или совпадение но я когда больше двух раз я уже не считаю совпадение такое ощущение что тебя выплескивают прямо в самое там шикарное место где идут продажи понимаешь для самых крутых продавцов где то там есть такой уголок на амазоне я все это верю что амазоне есть какой то внутренний ранг продавцов который его он дает и реклама улучшается и показы улучшается и аудитория улучшается то есть мне такое ощущение было что он нас кинул туда там где мелкие торговцы старятся для своих магазинчиков оптом и он тебе как благодарность вот на пусть у тебя купят я на новый год на новогодние распродажи очень много было таких продаж это круто то есть когда ты не рассчитываешь ты видишь там рост да там 15 процентов в день да перед новогодней а тут тебе раз и сто процентов нарисовали в один день такие оптовики вот они меня и посадили то есть в лужу что мне не хватило товара неожиданно для меня это было но не о том сейчас может быть это везение качество листинга очень важно ну и железные яйца надо быть готовым к нервам бессонным ночам то есть я всем ребятам молодым там на выпускном говорят расскажи как как там как там на амазоне ребята 3 часа сна ночью 2 часа днем если получится все хорошо если ты готов 5 часов в день спать на протяжении полугода вот посмотри на меня бледного да ну и приступай на самом деле это смех и грех я максималист ну по своей жизни да то есть если я берусь за дело то пока я не буду не будет у меня уверенности что оно само заработало то есть уже приносит деньги я могу посадить уже какого-то топ-менеджера да я не успокоюсь то есть все привык до максимума ну и быть готовым к атакам постоянно подвергаемся атакам конкурентов негативными отзывами байбоксеры заходят подвисают боремся у меня уже несколько шаблонов писем всегда под рукой то есть несколько этих сценариев как их вытеснить с байбокса ну буквально с тобой на днях разговаривали вот этот это был использован новый способ то есть может все видели рассылка пришла письмо от синтии синтия известная там барышня юрист который помогает разблокировать листинги я сам два раза к ней обращался успешная разблокировка от него пришла рассылка и там вот сегодня пришла поэтому если тот кто подписан поищите в ящике предположение синтии и прогнозы на 2017 год что будет с амазоном что будет с продавцами ты не читал джозеф? не не я не подписан я тебе перешлю сейчас статью то есть это очень поучительно то есть ну во всяком случае ничего нового но в то же самое время так с ее точки зрения то есть очень правильно написано что нас ждет в семнадцатом году продавцов и почему такие проблемы с банами блин с вот этими всеми блокировками листингов там банами аккаунтов там все четко расписано я сегодня так зачитался английского не знаю через google translate потихоньку абзац за абзацом но суть я понял толково вот ну и деньги последний фактор ну то есть деньги не получается как хотелось бы снимать в карман высококонкурентная ниша подразумевает ежемесячное увеличение оборота если ты прикладываешь усилия там заказал на сейлсхабе вихрь то будь готов приготовь в кармане дополнительных тридцать пятьдесят косарей денег на увеличение объемов продаж потому что сейлсхаб через неделю присылает тебе отчет и говорит твои десять ключевых слов выросли они в топе а у тебя продажи выросли там на двадцать пять процентов соответственно при моих продажах вы видели их да там в день там сто пятьдесят будь готов еще что тридцать дополнительных а тридцать в день это тысяча дополнительного товара в месяц вот я такими критериями сейчас уже рассуждаю тридцать девятьсот в месяц да умножь тысячам еще производстве должна на резерве уже две тысячи и того будь добре тридцать сорок тысяч приготовь товар у меня дорогой не дешевый поэтому деньги это деньги поэтому вся прибыль не вся конечно но девяносто процентов прибыли мы с партнером приняли решение реинвестировать на рост и мы настроены очень плотно в этом году расти сейчас нишу мы поняли хотя она и конкурентна мы ее поняли мы ее чувствуем уже конкурентов понимаем отслеживаем одна новая позиция уже заходит в конце февраля продукт новый мы заводим тоже успешен он должен быть потому что он только-только появился еще если в этих в этих товарах что мы сидим они зашли еще в феврале прошлого года на амазон то вот этот товар что мы сейчас нащупали он только пару месяцев на амазон свежая моделька мы ничего нового не придумывали собственно говоря хотим заходить просто в такую модель которая успешна и рядышком продавать ну за единственным исключением что мы теперь попробуем стать топселлером в этой модельке сейчас в поиске в активном подкатегории где это можно быстро сделать хочется табличку а ценовая категория какая у тебя и какую ценовую категорию ты предпочитаешь сам? с самого начала мы договорились что мы не будем брать дешевый товар то есть мы наверное это мы избалованы прошлым бизнесом да то есть мы были там 8 лет в нефтепродуктах там совсем другой уровень другие деньги другие отношения там другой бизнес все качественное отдых качественный жизнь качественная поэтому соответственно мы с самого начала искали качественные продукты качественных продукт в этой категории у наших дешевых не бывает от 30 до 50 долларов мы эту нишу заняли я сижу сейчас в этом хотя мы в этой категории можно идти до 100 долларов без проблем И расскажи немного о своем опыте именно с услугой Sales Hub. Вихрь – это услуга исключительно для участников, для членов сообщества Sales Hub. Как она тебе помогла, как она для тебя работает, какие результаты? Ну, во-первых, опыт мой услуг с Sales Hub начался не с Вихря. Я получил атаку от конкурентов, и у меня рейтинг на одном из товаров с 4.1 спустили до 3.3 за неделю. Это критическая масса, продажи 50 штук в день были, стали 7 в день. То есть глобальное падение почти в 10 раз в продаже. Соответственно, я начал мониторить на предмет, где бы мы взять отзывов, желательно побольше штук 50. И все пятизвездочные, и все верифицированные. И я нашел, что оказывается у Sales Hub, я не знал, честно говоря, об этой услуге. Есть такая услуга, попробовать можно. Ну, там их партнеры предлагали. Мы решили рискнуть, заказали 30, по-моему. Через 2 недели увидели результат. И начали, собственно говоря, уже дозаказывать. То есть мы постоянный клиент Sales Hub сейчас в этой услуге. И параллельно я узнал от них же, от ребят, что есть услуга Вихрь. Мне ребята дали ссылку на вебинар Кустова Игоря, который рассказывал про Вихрь. Мы с партнером сели в каворкинге, на большой экран запустили это дело. Посмотрели, обсудили, приняли решение, что мы ничем особо не рискуем. Там 400 долларов взять, попробовать. Я взял 3 жирных ключа таких, высокочастотника. Один среднечастотный, один низкочастотный. Ну, хотел посмотреть. Через неделю отдалил еще 5 ключей. В основном среднечастотные и высокочастотные. Ну, и вот буквально по прошествию 2 недель ребята мне сбросили отчет. Из 10 ключей 9 вышло в топ. Ручную сам проверил, это факт. Продажи выросли. Ну, это тоже факт. То есть, услуга работает, работает очень хорошо. Есть ли хороший листинг, есть ли правильная работа с ключами. То есть, не каждый ключ мы увидели, да, ключ, который у меня, по нему я продаю в рекламе, почему-то расти не хочет. Объяснить это никто не может, да и не надо это. Отвлекаться на вот эти ключи, которые не растут. Ну, пусть болтается в рекламе, по нему продается. Надо тебе искать ключи, то есть загружать. Да, я понимаю, для многих там 400 долларов, 700 долларов, это неподъемные деньги. Но я же говорю, у меня подход такой в бизнесе. Я закладываю себе стоимость. Могу ли я себе это позволить? Если это увеличит мои продажи на 15 процентов. Сколько я заработаю? Ну, блин, ну это очевидная вещь. Если я потратил на вихрь в месяц 700 баксов, а по месяцу заработал пятерку на росте, то, блин, тут очевидная вещь. Соответственно, на сегодняшний день ключи, у меня уже по двум продуктам запущены вихри, по основным. На третье я решил не тратить денег, он органикой пусть продается до конца. Но на новые, безусловно, будут заказываться, ну, то есть продукт шикарный, услуга шикарная. По 20 ключей у меня стоит на двух продуктах. После как раз вот товар был в листинг, листинг был в бане, я его опять возобновил. И вот сейчас вот как раз вот идет та неделя, первая, когда надо разореть вихрь, я его, такой термин себе придумал. Собственно, девочки сбросят отчет, посмотрим, но я не сомневаюсь сейчас, наверное. То есть я долил ключи еще и принял для себя решение, мы сегодня с партнером встречались, что вихрь станет, наверное, постоянной услугой. То есть я консультировался с Джозефом по этому вопросу, чтобы понять до конца, ну, механизм, да, работы с вихрем. И я принял для себя решение, что мы его оставим на постоянку, то есть он будет включен всегда. То есть мы будем добавлять, менять ключи, оставлять, играться с ними, но вихрь выключать не будем. То есть и я пришел вчера или когда позавчера мы с Джозефом разговаривали по рекламе, да, там, спасибо, ты мне там открыл глаза на некоторые вещи, когда сказал, что можно продавать и без рекламы, то есть вообще. И я, честно говоря, переосмыслил, ночью посидел, поправил чуть-чуть свой PPC и ты знаешь, я в два раза уменьшил затраты на рекламу. Реально, ну просто. Что-то в голове произошло, я понимаю, что вихрь на взлете, то есть по сути сейчас вихрь компенсирует падение, которое должно в результате уменьшения затрат на рекламу произойти. То есть я вровень иду, даже чуть-чуть расту сейчас. Я уменьшаю ставки на сейчас, я не выключаю рекламу, уменьшаю ставки. То есть по сути в два раза меньше стал тратить на рекламу за последние два дня. То есть посмотрим к концу недели, но все-таки мечта моя это оставить там по доллару. Там, чтобы Amazon видел, что ты пользуешься услугами. Но, честно говоря, ну я честно вам всем скажу, у меня затраты на рекламу по месяцу 30 тысяч долларов. Это бешеные деньги, ну реально, у меня жаба давит, наверное, любого будет давить, что вот ты можешь себе купить, да, не знаю, там машину, да, новую какую-то. Просто покататься и продать ее. Ну или там съездить, хорошо отдохнуть. В некоторых городах, наверное, можно купить дом, квартиру на эти деньги. Я даже уверен в этом. Я сам родом из Кременчуга, с промышленного городка в Полтавской области. Я за 30 тысяч там могу купить квартиру. Ну реально. И хорошую. Трех-четырех комнат. На сегодняшний день. И город это не умирающая там промышленность, там движуха, там деньги есть. То есть люди работают, живут и неплохо зарабатывают. То есть вот, на самом деле, для себя сложил так 1400, 1400, там 5. Потрачу я 5 на вихри, а сэкономлю 25. Ну вот так мыслим. И это работает. Спасибо, спасибо, спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо тебе, Артем, за такой отзыв. Очень-очень мотивирующий, очень вдохновляет. И я надеюсь, многие люди, которые смотрят, тоже смотивируются. А вот наверняка сейчас многие люди еще смотрят это видео. Люди, которые еще не определились, стоит ли вписываться в мастер-группу, проходить обучение в Sales Hub, стать частью сообщества Sales Hub. Некоторые не понимают, насколько это важно. Вот ты что бы порекомендовал этим людям из своего опыта? Ну я вижу этих людей, они все в открытых группах Facebook. Эти все люди есть. Они уже на грани покупки того или иного ресурса, или той или иной услуги, да. И вопрос один в группах там. Что лучше, купить курс у Кустова или нанять себя коуча, который практикующий, который там занимается. Ну я сначала терпел это дело, потом говорю, ребята, ну я не вижу пока, где тут коучи, которые в принципе достойно, ровно рядом станут с Кустовым и будут хотя бы равноценный продукт давать. Говорю, коучи это не продукт. Коучи это помощник. Живой человек, который может пропасть, может забухать, может заболеть, блин. У него могут быть проблемы с листингом или с аккаунтом, с бан. Он тебя пошлет, скажет, извини, не до тебя сейчас, да. Я ни в коей мере не хочу никого обидеть, но это живой человек, да. Опять же, у него успешных 2-3 продукта, ну пусть 5. Он не застрахован от изменений, которые произойдут. Он опять же будет так же, как и мы, искать в открытых источниках, как с этой инновацией бороться, что ему делать. И самый большой недостаток коуча. Я противник коучинга, я говорю сразу. Больше шансов, что он сделает за тебя. Подскажет в том месте, где подскажет запрещено. Там, где вот как раз, ты должен дойти до этого сам. Я ярый противник коучинга, потому что человек, когда идет ручками, шишки набивает ножками, он это все раз и навсегда запомнил. Никогда на Амазоне, вот именно, это никогда с головы не вылетит. Потому что товар за товаром ты будешь водить, все в совершенство, лучше и лучше это будет происходить. Но ты будешь это делать сам и легко. Он меня сейчас партнер называет, ты говорит, бог шипментов. Он просто сегодня видел, я сегодня лупашил 6 шипментов, ну, до заказовой партии. 12 минут 6 шипментов я делаю, ну, то есть, в легкую. Это уже на автоматизме, это как, блин, написать письмо бабушке, там, или там, я не знаю, приготовить, там, сварить яйца, да. То есть, ты уже не смотришь, ты уже знаешь, я теперь понимаю, первую мастер-группу Кустова, там, он в некоторых местах, там, когда надиктовывал же текст на картинке, и у него провал, он не знает, как это объяснить. Он уже, я понял, теперь, сейчас, он это тогда уже на автомате все делал, эти вещи ему сложно людям объяснить, потому что он уже не задумывается, нажимает эти все вещи. Так же самое и я сейчас, именно в том месте, где он тогда завтычил, вот сегодня я вспоминал этот момент, я его тыкал несколько раз при создании шипмента, там, где лейблы для мерчанта, вот. Поэтому, за коучинг я сказал, нет, я против, стоит ли платить Кустову? Ребята, если вы несете в зубах последние две штуки баксов, вот, реально последние, то не стоит, потому что, ну, а дальше что? Не имея успешного опыта продажи хоть одного товара, ни один здравомыслящий человек с деньгами денег тебе не дадут. То есть, должен подход быть такой, купил курс, у тебя есть пару-тройку тысяч попробовать 200 сэмплов завести там, пробную партию, и потом своим успешным результатом можно идти искать инвестора. Среди своих друзей хотя бы. Ну, собственно говоря. Вот, я 200 штук завез, вот маржа такая там, вот это, если ты вложишь столько там, будем иметь вдвоем столько. Да-да-да. Это позволит вам улучшить качество, собственно говоря, даже учеников в селс-хабе. Меньше вот этих оторвышей, которые, блин, бездумно, они засырают группы в фейсбуке, извиняюсь за слова, но это факт, наболело, вопросами глупыми, одними и те же. Они банально в мастер-группе, я вот не устану повторять, в мастер-группе банально эти вопросы проходят от и до. И меня бесит, когда участник мастер-группы начинает их задавать. А знаете почему? Потому что девятый урок, а этот товарищ, в кавычках, он не досужился третий еще досмотреть, и сделать домашнее задание. Вот и все. А эти ребята, которые вообще с паблика все дергают, там без вариантов. Они будут спрашивать, где купить код UPC, блин, в 1231 год. Блин, ну, Google, блин, пробовали юзать. Где купить UPC код? Или бар-код, забить. Где его купить? И Google на первой странице выдаст тебе все те места, где его можно купить. За 5 долларов, как Кустов и говорит в своем мастер. То есть, Кустов сказал, Google сказал, ни хрена, мы в Facebook напишем, а где же купить этот код? Или что такое BCR, да, блин, вот этот вопрос, блин, наболевший. Ну, забей Google, BCR Amazon, что это? На английском. И, блин, сразу же получишь ответ. А вот есть такие шаровики, которые не хотят думать, не хотят ничего делать. Тут же чуваки опытные, у них времени немерено, они быстрее ко мне расщеклят. Они уже шишки набили. А сами ни хрена не делают, реально. Поэтому покупаем курс и делаем качественно домашние задания. Вспоминаем, как мы учились в школе, как папа с ремнем тебя дома ждал и говорил, если два балла, блин, готовься, жопа будет синяя. Вот если с таким подходом и усердием, я считаю, усердие это самый важный вообще момент в обучении. И в первом опыте с Amazon. Если проявить должное усердие, если ты будешь делать качественно на пятерке домашнее задание, сейчас на двенадцатке, да, то успех это девяносто девять процентов. Один процент это лень твоя. Тот, кто ленится, ни хрена у вас не получится. Лежа на диване, не вставая к компьютеру, ничего не выйдет. С телефона, юзая ленту в фейсбуке, тоже продажи не пойдут. Это факт. Надо отрывать задницу, надо учиться качественно, надо в себя любимого, лилейного вкидывать денег и обучаться, если ты хочешь. Amazon это новая специальность, я вам всем заявляю. У меня столько специальностей за мои, блин, там, 15 лет бизнес-деятельности, я не думаю, что каждый может похвастаться. Они мне почти не пригодились на Amazon. Да, кусочки. Я транспортник по перевозкам специалист. Максимум логистика. Вот этот кусочек я там соображал. А остальное темный лес. Я продавал оптом всегда физические товары в Украине, международного опыта у меня никакого не было. Поэтому учиться, учиться, учиться и пошагово. И вот помощь вам, вот этот ресурс ценнейший, сообщество Sales Hub, которое уже там тысячи людей, тысячи, которые в принципе тебе всегда в критической ситуации способны помочь, а не просто помочь, подскажут хотя бы, куда смотреть, в каком направлении. Это очень ценный ресурс. И я думаю, в дальнейшем, какие бы продукты Sales Hub не делал, будет все равно ценнейшим ресурсом. Это вот эти тысячи людей, которые там прошли обучение, которые продолжают проломиться в Амазоне, к бестселлерам, да, там, 10-й, 20-й, 30-й товар заводить. Потом будут у нас встречи, там, у Джозефа в друзьях, в Майами, там, первые миллионеры будут собираться, там, у бассейна, да, и так далее, и так далее, на многие годы. Потому что я, честно вам признаюсь, это как наркотик, это пипец. Амазон – это задница. То есть ты можешь смело отказаться от прошлых своих мечтей, что ты там загадывал, там, желание, работать, что ты там кому-то пообещал проект сделать какой-то, да забудьте. Если серьезно заниматься Амазоном, все постепенно уйдет на задний план. И у тебя мысли, утром проснулся, сколько продалось, через каждый час сколько продалось, но это поначалу, у всех, наверное, это болезнь. Параллельно ты должен проверить, не зашел ли никто в байбокс, параллельно ты смотришь, что там Амазон не написал и злое письмо, потом смотришь во время уже разница с китайцами, то есть 7 часов, пора бы китайцам написать, а то у них сейчас рабочий день закончится. И так на этом все закончится. Не закончится, вернее, никогда. Но, тем не менее, свобода. Амазон дает свободу перемещений, свободу мыслей. Шикарная. То есть я в этом, за эти полгода уже много поездил, там и в Таиланде был, там по Украине кружил, мы еще собираемся ехать. То есть развязывать руки, крылья, наверное, все-таки появляются, ты начинаешь жить свободно, думать, мыслить свободно. Думаешь уже, мечты какие-то такие превращаются в совсем другие, такие качественные вещи. Ну и, собственно говоря, если ты успешен, то качество жизни растет. Безусловно. Заради этого мы и паримся, напрягаемся. Кстати, я, у меня такая идея есть, хочу ее осуществить, может быть, в конце этого года собрать всех успешных торговцев, партнеров, сообщества Sales Hub и куда-нибудь рвануть на какой-нибудь круиз красивый, на красивые острова, хорошее провести время, пообщаться, поделиться опытом, узнать друг друга получше вживую. Ну и, конечно же, все, кто в сообществе Sales Hub, все будут иметь такую возможность встречаться, проводить время вместе. Артем, тебе спасибо большое. Джозеф, я минутку еще возьму время, ребятам полезно будет. Моя, знаете, как мое видение опытного бизнесмена, вот это вот еще один ценный ресурс. Если вы сможете убедить успешных продавцов, которые у вас же учились, выделить 5% какого-то дневного времени на социальную составляющую, то есть поделись опытом, да, то есть или мотивировать их как-то, ну любыми способами мотивировать. Я, например, делаю это автоматически, потому что я когда-то читал умную книгу, и там написано, если ты не можешь деньгами, благотворительностью заниматься, занимайся мозгами своими, отдавай информацию. То есть я, многие может заметили, там я в сообществе, каждый день что-то кому-то помогу. Вот, я для себя решил, что это необходимо сделать, подсказать, помочь. Это вот есть социальная составляющая, то есть как благодарность за то, что в принципе, тебя обучили и ты зарабатываешь, да. То же самое здесь, вот как раз тот случай, когда, если вы правильно сделаете, это вещь, собрание самых успешных продавцов, я думаю, вот ты прав, очень много желающих появится с ними побывать там. Они будут готовы платить денег, нормально там за это делать. То есть они с удовольствием полетят на эти острова, потому что они уже тоже понимают, то есть участники мастер-групп, что только опыт успешных продавцов дает тебе самые жирные знания, бонусы от обучения. То есть ты попал в эту среду, и у тебя бонус идет. Потому что многие ребята, вот сейчас, ну успешные, они мало делятся информацией. Я их поднять могу. Времени физически поспать бы найти. А еще же качество жизни твоей падает, в плане, если ты сильно увлечен ростом на Амазоне, то семья же тебя недополучает. То есть когда жена на тебя смотрит, и говорит, блин, да ты лучше поспи, чем ты со мной прогуляешься. Она смотрит, черные круги под глазами, все, ложись. А вроде бы ты хочешь с ней прогуляться, там пойти, свежим воздухом, не, ложись, говорит, на тебя страшно смотреть. Ну вот так вот. классно, Джозеф, я тебя прошу, добей до конца вот этот, эту идею свою, она сработает 100%, она очень будет востребована, я чудо знаю, верю в это даже. Спасибо, Артем, большое. Вообще, очень удивительная, мотивирующая история, то есть там бизнес, потом война, армия, возвращение, непонятно, что делать. В итоге, через полгода, миллионы бизнес на Амазоне, такое редко бывает, и я очень рад, что это именно ты, и именно ты участники, и ученик Sales Hub. Спасибо за отзыв, очень рад, что у тебя все хорошо, и я надеюсь, что это не последний отзыв, следующий отзыв, когда будем записывать, там будут миллионы оборотов. Да, я обещаю, обещаю Джозефу, при всех, у нас планы там с партнером просто намечены по деньгам, то есть прогнозы мы для себя поставили, невыполнимые задачи по деньгам. Я обещаю 28 декабря, буду подбивать итоги года, и могу, в принципе, если Джозеф там не забудет, и не будет занят на островах, вот так мы сядем, и я, в принципе, смогу поделиться уже таким опытом, потому что в планах там 10 товаров уже вывести, до конца года, то есть, долгий интересный путь предстоит. Поделюсь, мне, ну, не боюсь этого, то есть, многие боятся засветиться, блин, я настолько все правильно построил, у меня нет в Украине, прибыли, у меня нет ничего, то есть, меня даже сейчас, ну, в чем-то захотят обвинить, не смогут, все за рубежом, то есть, я честно плачу налоги. Пока! Спасибо, Артем, отлично, давай, тогда до связи, удачи тебе, и больших побед впереди, и следующее видео запишем 28 декабря. Да, спасибо, дорогой, рад был, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok,